Привет, друзья! Сегодня я планирую показать вам часть своего летнего гардероба на себе. Но поскольку эта тема достаточно обширная и вещей у меня летних тоже достаточно много, то я планирую разбить эту тему на несколько видео для того, чтобы не переутомлять вас слишком большим объемом информации. И сегодня мы начнем с новинок в моем летнем гардеробе. В последующих видео я планирую показать вам какую-то базу, которую я использую уже много лет подряд. Но сегодня у нас будет кое-что новенькое и даже не свойственное лично мне. Итак, первый костюм, который я планирую вам сегодня показать, или первый наряд. Это костюм изо льна от российского бренда Le Vertiver. Вот с такой рубашкой и брюками на резинке. Также у этой рубашки есть еще пояс, то есть его можно носить как в прямом варианте, так и в более приталенном варианте. Поэтому, в общем-то, подойдет под любой тип фигуры. Кстати, это не реклама, ребят. И это не свойственный для меня цвет, который я выбрала для разнообразия. Потому что вы знаете прекрасно, что у меня очень много черного в гардеробе и вообще всех базовых тонов. Но в этом году мне захотелось внедрить какую-то для себя альтернативу под настроение. Поэтому этим обусловлено появление вот такого костюма. Очень хорошо представляю его себе, в общем-то, и в городе, и на курорте. В городе я планирую его носить с белыми кедами, на курорте с легкими босоножками или шлепанцами. Платье номер два очень несвойственное для меня. Наверняка даже многие напишут, а как же, Алена, вы все время говорите про петрушку. Что же это за такое яркое цветочное платье? На самом деле, я его покупала для похода в храм. Я хожу в храм, и мне нужна была какая-то легкая летняя вещь, при этом целомудренная, но которую я смогу носить в сочетании с кедами, покрывая голову. И это будет выглядеть и уместно, и в то же время стильно. В итоге, это платье мне так понравилось, что я решила, что я буду его использовать и стандартном в своем летнем гардеробе. Поэтому получилось так, что ношу его по настроению также и просто для каких-то своих повседневных дел. То есть, понятно, что я, конечно, не пойду в таком платье на работу. Но, например, встретиться с подругой в кафе или выйти в магазин или просто прогуляться по городу, это оказался для меня очень удачный вариант. Следующее платье тоже вот в таком нежном лавандовом оттенке. Это платье на запахе, и мне очень понравилось, как оно смотрится на фигуре, несмотря на то, что я не любитель, как вы знаете, романтического стиля. Мне нравятся какие-то более собранные и более драматичные, наверное, комплекты одежды. Я очень люблю черный цвет. Но это платье тоже пришлось мне по вкусу, потому что в сочетании с белыми кедами и классными современными очками или просто какими-то интересными яркими кроссовками. Оно смотрится уже менее романтично, при этом в нем очень удобно. То есть, его надеваешь как халат, завязываешь, надеваешь обувь, и можно выходить на улицу. Следующее платье – это вот такое платье в бежевом нейтральном оттенке. И оно абсолютно базовое. Это платье, которое никогда не выйдет из моды. Это тоже из новинок в моем летнем гардеробе. Я покупала его перед поездкой на майские праздники, так как я ехала в очень жаркий город Ташкент. И мне хотелось иметь что-то такое светлое, нейтральное, базовое, что я смогу носить с разной обувью, в разном формате, дополняю украшениями. И вот это платье оказалось очень удачным тоже для моего гардероба. Мне нравится, как оно смотрится. И благодаря своей нейтральности я знаю точно, что его можно дополнять чем угодно. И оно никогда не будет смотреться проигрышно. Следующее платье вы видели на мне в одном из предыдущих видеороликов. И это платье от H&M. Платье изо льна. Вот с такой завязкой на спине. С вот такими интересными крылышками на рукавах. И для моего типа фигуры это очень удачный фасон. Потому что мне очень важно подчеркивать линию плеча тем или иным способом. Несмотря на то, что вы писали там, что это платье школьницы и еще что-то в этом духе. Но я точно знаю, что на моей фигуре это работает очень хорошо. Так как помогает скрыть где-то бедра и уравновесить их с верхней зоной. И при этом этот романтизм излишний. Тоже можно сбить. Сбить градус этого романтизма при помощи современных классных очков. При помощи чуть-чуть грубоватой обуви и интересной сумки. Теперь мы подобрались к одному из моих самых любимых платьев. И это новинка от Латрика. Я буквально недавно познакомилась с этим брендом. И еще раз скажу, это не реклама девочки в сегодняшнем видеоролике. Рекламы нет. Это те вещи, которые я сама приобретала и ношу. Чем мне понравилось это платье? Тем, что это как раз таки уже классика минимализма. То есть это платье в черном цвете с интересным покроем. Оно лаконичное, оно нейтральное и оно при этом необычное. Именно за это я его и взяла. Потому что я буквально недавно для своего шоп-клуба делала подборку похожих минималистичных платьев. Таких длинных, объемных, интересных, однотонных. Которые сочетаются с интересной обувью. Например, это массивные сандалии. Но мне очень понравилось, как это платье смотрится с белыми кедами вейджа с черной буквой сбоку. И завершаем сегодняшнюю подборку мы тем костюмом, который я ношу максимально часто. Который я ношу чаще всего практически каждый день вообще, не снимая. Потому что мне оказалось очень удобно именно в вещах такой формы и такого цвета. И речь у нас идет о льняной блузе от H&M в черном цвете. Которую я сочетаю с брюками льняными, с лоучами от Oysha. Кстати, всеми этими позициями я также делилась в шоп-клубе. Если что-то осталось в наличии, то я укажу ссылки в инфобоксе. А так на будущее, если вы захотите делать покупки вместе со мной и успевать за мной, то присоединяйтесь непосредственно к клубу. Просто чудесным образом подружились с лоучи от Oysha вместе с этой льняной рубашкой от H&M. Мне очень понравилась ее длина. Понравилось то, что она прикрывает бедра. То, что можно этот костюм носить с белыми кедами, с очками, с сумкой. И получается такой просто обалденный, расслабленный и современный комплект одежды. Очень комфортный для теплой или жаркой погоды. Ну что ж, девушки, я надеюсь, что вам понравились мои наряды. Напишите в комментариях, какой комплект или какое платье вам понравилось больше всего. Мне будет интересно ознакомиться с вашим мнением. И напомню, что в следующий раз я покажу еще ряд своих любимых летних комплектов одежды. Оставайтесь со мной. Если вам нравятся мои видео, поддержите это видео лайками. И до новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!